Вы когда-нибудь чувствовали, что Бог не отвечает на ваши молитвы? Это важная серия молитвы, которые касаются Бога. Бог даст вам новый уровень уверенности в том, что Он вас слышит и отвечает на ваши молитвы. Равин Шнайдер – это голос, взывающий в нашем потерянном мире и направляющий людей к Иисусу. Шалом, я Синтия, жена Равина. Я молюсь о том, чтобы Бог-Отец коснулся вас сегодня и благословил во время проповеди и учения Равина Шнайдера. Поддерживая наше служение, вы становитесь партнером Бога в построении Его Царства. Будьте обильно благословенны. Благослови вас Бог, шалом, возлюбленные. Я Равин Шнайдер. Приветствую вас в программе «Узнавая еврейского Иисуса». Эта серия называется «Молитвы, которые касаются Бога». Давид сказал «Слово Твое светильник, ноге моей и свет стезе моей». Мы рассматриваем в Писании молитвы патриархов, о чем они молились и как Бог им отвечал. Это придает нам уверенности. Ведь когда мы видим молитвы тех, о ком говорит Писание, и то, как их молитвы касались сердца Бога, мы обретаем уверенность в том, что когда мы молимся подобными молитвами, Господь не только слышит, но и отвечает, «Если мы молимся Ему от всего сердца в Духе Божьем». Я повторю, что эта серия называется «Молитвы, которые касаются Бога». Концепция этой серии взята из первого послания Иоанна, пятой главы, четырнадцатого стиха. Послушайте, что говорит Иоанн. И вот какое дерзновение мы имеем к нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. Он дает нам то, о чем мы Его просим. То есть, когда мы просим Бога о том, чего Он желает для нас, то мы можем быть уверены, что Он ответит на нашу молитву. Иисус сказал, «Не имейте, потому что не просите». Должно быть равновесие между тем, чтобы молиться и просить о чем-то, и между тем, чтобы идти дальше и исповедовать то, о чем мы просим. Мы можем ошибаться, предполагая, что это то, чего желает Бог. Мы можем провозглашать, что у нас что-то есть, но мы не вопросили Его прежде. Мы только это предполагаем. Ведь Иисус сказал, «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Божие». Мы должны прежде всего смириться перед Ним и спросить Его. Иисус сказал так, «Просите, и дано будет вам». Не имейте, потому что не просите. А еще Иисус сказал, «Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенной». Когда мы спросили, и знаем, что наша просьба соответствует Божьей воле, мы делаем второй шаг. Мы исповедуем, что имеем то, о чем мы просили. И благодарим Бога за это. Иисус сказал, что если мы о чем-то попросили Господа, мы должны верить, что уже получили это, что уже имеем это. И тогда мы можем быть уверены, что мы получим просимое. Послушайте, когда мы просим Отца о чем-то по воле Его, то нам важно признать, что нужно сделать следующий шаг веры. Поверить, что Он ответил на нашу молитву, и у нас это уже есть. Я повторюсь, Иисус сказал все, чего не просите в молитве, верьте, что получили, и тогда вы сможете быть уверены, что абсолютно точно получите просимое, если это соответствует Божьей воле. А как мы это получаем? Друзья, поймите, сначала мы получаем ответ в духе. В Библии сказано «не видел того глаз, не слышало уха и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Но нам открыто это Духом Святым. Поэтому, когда мы просим чего-то в молитве, зная, что молимся по воле Божией, нам нужно верить, что мы это уже получили. И первое, где мы получаем ответ, друзья, в нашем духе. И когда вы знаете, что получили ответ в вашем духе, вы верой провозглашаете это и стоите на этом. И тогда, через определенное время, то, что вы получили в духе, материализуется во внешнем мире. Но сначала нам нужно убедиться, что мы получили это в духе. Держаться того, что получили, и со временем мы обязательно увидим, как Бог проявит это в материальном мире. Посмотрим, в чем именно мы можем иметь уверенность, что мы это получили. На прошлой неделе мы рассматривали 28 главу «Бытия», когда Иаков молился о безопасности и обеспечении. Вы можете заказать всю серию на нашем сайте или по телефону на экране. Сейчас мы рассмотрим другую молитву. Она также взята из книги «Бытия». Но на этот раз это молитва из 32 главы. Послушайте Слово Божие. Я буду читать из «Бытия» 32 глава с 9 по 12 стих. Мы фокусируемся на том, о чем нам нужно молиться и верить, что Бог нас освободит. Читаем Слово Божие. «И сказал Иаков, Боже отца моего Авраама и Боже отца моего Исаака, Господи, сказавший мне, возвратись в землю Твою, на родину Твою, и я буду благотворить Тебе. Не достоин я всех милости и всех благодеяний, которые Ты сотворил рабу Твоему, ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два станок. И дальше он молится, «И избавь меня от руки брата моего, от руки Исаака, ибо я боюсь его, чтобы он, придя, не убил меня и матери с детьми. Ты сказал, я буду благотворить Тебе и сделаю потомство Твое, как песок морской, которого не исчислить от множества». Это прекрасная молитва. Давайте разберем ее подробно, чтобы мы могли увидеть не только то, как сильно нас любит Бог, но также, как Бог относится к человеку. Иисус сам был Богом воплоти человека. Библия говорит, что Иисус способен сострадать нам во всем, потому что Он сам жил как человек. Он прошел такой же путь, как мы проходим в этом мире. Ему также приходилось надевать обувь каждый день, надевать на себя одежду, принимать пищу, чтобы поддерживать свой организм. Иисус понимает наши человеческие потребности. Я хочу, чтобы вы знали, Бог понимает ваши нужды. Он желает служить вам и помогать вам, хочет восполнить все ваши нужды. Но мы должны просить Его. Иисус сказал, не имеете, потому что не просите. Давайте посмотрим на жизнь Иакова. Кстати, мы знаем, имя Иаков было изменено на Израиль. И он стал отцом двенадцати колен. И в послании к Ефисанам написано, что вы, как верующий человек, привиты к обществу Израиля. И поэтому такое же благоволение, какое было над Иаковом, чье имя было изменено на Израиль, сейчас пребывает и на вас, друзья мои. Вы можете верить Богу, что Он даст вам такое же благоволение и обеспечение, какое Он дал Иакову. Будьте в этом полностью уверены, возлюбленные мои. Бог любит вас точно так же, как Он любил Иакова. Рассмотрим это местописание пошагово, каждую мысль разберем по отдельности. Итак, Иаков сказал, «Боже отца моего Авраама и Боже отца моего Исаака». Это и ваши отцы теперь, потому что это ваше духовное родословное. Библия говорит в послании к Галатам, что благословения Авраама теперь принадлежат нам. Он обращается к Господу. И здесь каждая буква слова «Яхве» заглавное. «Господи, сказавший мне, возвратись в землю Твою, на родину Твою, и я буду благотворить Тебя». Обратите внимание на то, что Бог любил Иакова и говорил ему, «Я сделаю тебя успешным». Не упустите, это важно. Иаков говорит, «Бог сказал мне, я буду благотворить Тебя». Послушайте еще раз. Господь говорит Иакову, «Возвратись в землю Твою, на родину Твою, и я буду благотворить Тебя». Мы часто слышим проповеди о преуспевании и не слышим проповеди о грехе и покаянии. То есть не слышим полного Евангелия, истинного Евангелия, потому что истинное Евангелие начинается с покаяния. Иоанн Креститель, будучи при тече Евангелия, призывал, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие». Начиная свое служение, Иисус сказал, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие». Покаяться — значит, отвернуться от себя, от жизни для себя, от жизни без моральных принципов, отвернуться от своего эго, взять крест свой, отвергнуть себя, и прежде всего искать его воли. Вот что значит покаяние. Истинное Евангелие начинается с покаяния, а без него — это не Евангелие. Но я хочу, чтобы вы знали, Бог желает, дабы вы процветали. Некоторые люди отвергли Евангелие процветания из-за крайностей этого учения, но я хочу сказать вам, что хотя это учение некоторые доводят до крайности, и даже до ереси, не стоит выплескивать ребенка вместе с водой. Иисус сказал, «Я пришел, чтобы вы имели жизнь с избытком». Иоанн пишет послание. «Возлюбленный, более всего молюсь о том, чтобы ты здравствовал и преуспевал, как преуспевает душа твоя». Бог желает даровать вам благословение и успех. Поэтому не стыдитесь и не бойтесь просить Бога «Вас благословить и даровать вам успех». Бог желает даровать вам рост и умножение. Желает, чтобы у вас не просто было достаточно, но чтобы был избыток, и вы могли делиться с другими. Бог желает, чтобы вы ходили в благословение и были знаменем и чудом. Бог желает, чтобы вы были счастливы. Иисус помазан елеем радости. Бог хотел, чтобы Иаков, один из патриархов нашей веры, наряду с Авраамом и Исааком, ходил в процветание. «Господи, сказавший мне, возвратись в землю Твою, на родину Твою, я буду благотворить Тебя». Вы можете просить Бога благословить вас и сделать успешными. Бог желает благословлять своих детей. Если у вас есть дети, и вы взрослый человек в здравом уме, то, разумеется, вы желаете благословить ваших детей. Хотите видеть, как исполняются желания их сердца. Хотите делать им добро. А Бог еще больше желает этого своим детям. Иисус сказал, «Если вы, будучи злы, умеете даяния добрые давать детям вашим, то тем паче Отец ваш Небесный дарует даяния добрые, а теперь внимание, тем, кто просит Его». Поймите, вы можете просить Бога вас благословить, просить, чтобы Он даровал вам успех. Об этом учил Иисус. Мы видим это в жизни Иакова, и также Иоанн говорил об этом. Более всего, молюсь о том, чтобы ты здравствовал и преуспевал, как преуспевает душа твоя. Давайте помолимся. Отец Бог, я благодарю Тебя, что Ты так любишь меня. Я буду делать паузы в конце каждой фразы, чтобы вы могли успеть повторить за мной и произнести своими устами. Молитва — это соединение с Богом. Молитва — это телефонная линия жизни с Богом. Я буду останавливаться после каждой фразы. Отец Бог, я хочу благодарить Тебя за то, что Ты благословил меня в Иисусе. Отец, я хочу поблагодарить Тебя за то, что Ты любишь меня. Отец, спасибо, что Ты избрал меня. Спасибо, что Ты мой Отец. Я Твое дитя. Отец, спасибо, что Ты простил меня в Иисусе. Ты сказал мне, «Если Ты сына своего не пожалел ради меня, как вместе с ним Ты не даруешь мне и всего остального». Отец Бог, я благодарю Тебя, и я прошу Тебя благословить меня. И даровать мне успех. Как Ты даровал успех Иакову, как учил Иисус, и как молился Иоанн. Аминь. Равин Кёрт Шнайдер — это служитель Евангелия и пророк Божий. Он трудится для Бога и оказывает огромное влияние где бы он ни был. Он благословил Африку и всех тех людей, которые получили свободу от оков сатаны. Я еще никогда не видел такой большой Крусейд в Ромбо. Равин Кёрт, учит о настоящей жизни с Богом, не могу передать, насколько я Ему благодарен. это очень особенное отношение от Бога. И они будут продолжаться, потому что мы планируем приглашать Его к нам снова и снова. Мы очень рады, что Он приехал к нам однажды и ждем Его снова. «Надеюсь, теперь вы знаете, как я достигаю этот мир, но без вашей помощи это невозможно. В Библии сказано, благословены ноги, проповедующих мир и благую весть. Но как они могут это делать, если не будут посланы? Я приглашаю вас стать моим партнером и выслать финансы на достижение новых душ для Господа. Заранее благодарю вас. Пусть Бог обильно благословит вас. Шалом, возлюбленные». Вернемся к нашей программе. Мы продолжаем. Иаков говорит в 10 стихе, «Не достоин я всех милости твоих и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему». Заметьте, Иаков говорит здесь о милости и верности Бога. Я говорил об этом в прошлой серии программ, когда мы изучали один из псалмов. Вы можете благодарить Бога и просить Его явить вам благость и любовь. Бог верен. На Него можно положиться. В этом нет никаких сомнений. Бог не желает, чтобы мы это только предполагали. Просите, и Он проявит вам свою верность и любовь. А далее мы прочитаем вот что. «Ты сотворил рабу твоему, ибо я с посохом моим перешел этот Иордан». Иаков говорит здесь, что когда он последовал за Господом, когда он перешел Иордан, у него вообще ничего не было, ни гроша за душой, но Бог благословил его и умножил. Мы богатеем в Боге просто, когда следуем за Ним. Он вспоминает о тех благах, что даровал Бог. Он находится в таком положении, когда ему нужна поддержка, потому что он напуган. В молитве он поведал Богу о том, что он боится, что его брат Исаф нападет на них. Он излил свое сердце перед Богом. Послушайте, во-первых, важно быть искренним с Богом. Он поведал Богу о своем страхе. Это так трогательно. У Иакова были такие отношения с Богом, что он мог поведать ему о своем страхе, как если бы он делился этим с другом. Он говорит Богу, что он напуган. Он знает, Бог милостив и кроток. И зная, что Отец любит его, он просит его, чтобы он защитил его от Исаава и дал все необходимое. Послушайте это еще раз. Он говорит, «Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему. Ибо я с посохом моим перешел этот Иордан. А теперь у меня два стана». То есть он говорит о том, как сильно Бог размножил его и даровал ему свое благоволение, свое изобилие и множество благословений. И вот что он говорит в 11 стихе далее. «Избавь меня от руки брата моего, от руки Исаава, ибо я боюсь его, чтобы он, придя, не убил меня и матери с детьми». Он напоминает Богу. «Ты сказал, «Я буду благотворить тебе и сделаю потомство твое, как песок морской, которого не исчислить от множества». Только подумайте, Иаков настолько искренен с Богом, он так уверен в нем, он говорит с Богом, как с близким другом, с тем, кто любит его душу. Он может возложить свои бремена на Господа, точно так, как Иоанн, который называл себя учеником, которого любит Иисус. Во время пасхальной вечери он положил голову свою, голову на луну Иисуса. Подумайте о том, насколько близким и уверенным в своих отношениях с Иисусом был Иоанн, что он даже возлежал на луне Иисуса. И точно так же Бог желает, чтобы вы знали, что Иисус любит вас, и чтобы вы были с Ним так же близки, как был Иаков здесь, в книге Бытия. И так же, как Иоанн возлежал на луне Иисуса во время вечери, вы можете изливать свое сердце пред Богом и говорить Ему, когда вам страшно. Говорите с Ним о своих страхах, о своих тревогах, но не останавливайтесь на этом. Попросите Его защитить вас и будьте уверены в том, что Он вас оградит, что Его благость будет вас сопровождать, что вокруг вас щит Его защиты, и Он будет хранить вас до конца ваших дней. Сначала Иаков честно рассказывает Отцу о том, что он напуган, а потом он просит Бога избавить его от Исава. Он боялся, что Исав нападет на него. И поэтому знайте, что если в вашей жизни есть что-то, от чего вам нужно освобождение, избавление. Знаете, Иисус, Бог, который избавляет. Точно так же, как Бог Отец вмешался, чтобы освободить детей Израиля из Египта, точно так же, как Иисус пришел, чтобы отпустить измученных на свободу, освободить пленных. Я хочу, чтобы вы знали, что наш Бог все еще великий Бог, творящий чудеса, и Он приносит избавление. Может, вы уже вспоминаете моменты в вашей жизни, когда вы видели, как Бог вас избавил. Я думаю о том, сколько раз Бог избавлял меня и спасал меня от опасностей, в которые я мог бы попасть, если бы сделал неверное решение. Он не раз избавлял меня и защищал от демонических атак, которые порой проявлялись через людей. Возлюбленные Бог реален, и Он желает быть Богом для вас лично, то есть Он не хочет, чтобы вы просто знали Его как Господа, спасшего Иакова от Исаава, как мы читали сегодня. Но Он желает, чтобы вы знали Его лично как Бога, который освобождает и избавляет вас. Давайте мы преклоним с вами колени. Если вы нуждаетесь в освобождении, или у вас есть финансовые долги, или, может, у вас большие проблемы со здоровьем, может, у вас есть тяжбы в суде, или на вашей работе вам приходится сталкиваться с несправедливостью, чтобы то ни было финансовая проблема. Проблема в отношениях, судебный вопрос. Давайте просить Бога быть нашим избавителем. Во-первых, давайте преклоним колени, исповедуем пред Ним наш грех, который мы, возможно, совершили, и который, возможно, привел нас в эту ситуацию. Попросим у Бога прощения и избавления для нас. Я прошу вас повторять за мной, потому что цель моего послания — привести вас к Богу. Поэтому повторяйте за мной, но говорите от всего вашего сердца. Отец Бог, Царь Иисус, спасибо, что ты любишь меня. Сегодня я прихожу к тебе, склонив свои колени. Благодарю тебя за то, кто ты для меня, за то, что ты Бог любви и прощения. Я прошу тебя простить мне мои грехи, очистить и простить мне мою гордыню. Я прошу тебя, Господь Иисус, очистить меня и простить мне всякий совершенный мною грех, приведший меня в эту ситуацию. Спасибо, Иисус, что благодаря твоей крови я стал белее снега. Я прошу тебя сегодня избавить меня и перевернуть столы моих врагов, как ты избавил Иакова от его брата и как ты освободил Израиля из Египта. Отец, я прошу тебя сегодня избавить меня. А теперь скажите ему, от чего вы хотите, чтобы Бог избавил вас. Скажите ему конкретно, что вас беспокоит и от чего вы хотите, чтобы он вас освободил. Скажите это. Отец, Бог, я благодарю тебя, что ты живой Бог и что ты сегодня здесь со мною. И ты наш избавитель. Отец, Бог, я благодарю тебя за то, что ты освобождаешь нас, что ты Бог, который верен мне и ты даруешь мне триумф и торжество. я благодарю тебя, Господь, что знамя твое надо мною. Это любовь. Ты Гова Ниси. Я благодарю тебя, Бог Отец, что ты даровал мне победу и что в тебе я больше, чем победитель. И ни смерть, ни жизнь, ни прошлое, ни настоящее, ни будущее не сможет отлучить меня от любви твоей. Но все это я преодолеваю силою возлюбившего меня. Спасибо, Господь, что ты мой избавитель. Я имею победу в Иисусе. Ты великий Бог. Яхве, я славлю тебя сегодня. Я хочу сказать Иисус, что я люблю тебя. Слава царю Иисусу. Шалом, возлюбленная. В 1978 году, когда Господь сверхъестественным образом открылся мне, я был очень рад. Я начал всем рассказывать ибо Иисусе. Я буквально поглощал Слово Божие. Я посещал все церкви в городе, и мне это стоило лишь денег на бензин и покупки Библии. Но сегодня, когда Господь посылает меня проповедовать Евангелие по всему миру, на телевидении и в различных крусейдах, для этого нужны деньги, и без вас я не могу этого сделать. Господь задумал так, чтобы проповедь Евангелия финансировали людям. Если вы верите в Меня и в это служение, если вы верите в то, что это служение строит Царство Божие, то я приглашаю вас посеять в нас и стать нашим партнером. Это принесет вам благословение, и вы получите награду за измененные жизни. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране, или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень. Чтобы больше узнать об этом служении, а также ознакомиться с материалами, написанными Равином Шнайдером и мессианской музыкой от Джошуа Джеймса, заходите на наш сайт. Мы рады, что вы смотрели нас сегодня, и мы хотим помолиться за вас. Присылайте нам свои молитвенные просьбы по почте или посетив наш веб-сайт. Мы также хотим поблагодарить вас за вашу финансовую поддержку. Поддерживая наше служение, вы становитесь партнером Бога в построении Его Царства. Большое спасибо, Равин, за вашу проповедь о последнем времени. Услышав вашу проповедь, я вдохновился и принял решение говорить и спасать души. Благословения вам, Алонзо из-за Йовы. Если у вас есть свидетельства о том, как Бог изменил вашу жизнь через служение, узнавая еврейского Иисуса, то поделитесь им с нами. Зайдите на наш сайт и кликните на ссылку «Свидетельство». Спасибо вам, и пусть Отец воздаст вам за вашу щедрость и вашу верность. Будьте благословенны. А в завершении программы я хотел бы произнести Божие благословения в вашу жизнь. В шестой главе книги «Числа» Бог сказал Моисею и Аарону «Произносите это благословение на мой народ, и тогда мое имя будет на них». Поэтому я призываю вас поднять руки и принимать благословение Бога Отца в вашу жизнь. Давайте молиться. вместе. Да благословит вас Господь, и да сохранит вас, да озарит вас Господь светом лица своего, и будет милостив к вам. Да обратит Господь к вам лицо свое и дарует вам мир. Музыка 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 Телевизионная программа Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на Ютубе. Равин является евреем, верующим в Мессию Иисуса. Вы получите откровение сегодня для вашего лучшего завтра. Заходите на Ютуб сегодня и посетите «Узнавая еврейского Иисуса».